итак всем привет всех приветствую на своем канале на своей трансляции значит сегодня у нас dks world сегодня просто политушки и в свое время было обещано провести стрим ягд 52 на карте персидский залив да полетаем сегодня немножечко на ягд 52 посмотрим саму карту может быть покрутим под какими мостами да и тому подобное но возможно еще сходим на неваду но посмотрим сейчас поделом не создать какую миссию ситском заливе без каких-либо определенных заморочек так наверное так главная цель это посмотреть что из себя карта представляет я если честно приобрел ее давно но все никак руки до нее не доходили то летучка то какие-то тренировки это шлифовка там каких-то науках то вообще никто что не играл был и такой период вот но сейчас некоторые зрители спрашивали почему нету вроде как скидывались причина скинул там да и тому подобное вот и действительно так некрасиво да то есть все помогали скидывались а мы так этого и не реализовали значит как я понимаю то есть я здесь еще не разбирался наших частот здесь и будет давайте за сразу наверно як-52 появимся с полосы так взлет с полосы и аэродром сразу стал сразу стал у нас красным я правильно понимаю да прекрасно то есть в этом плане как бы не надо заморачиваться у все подвесим одну ракетку как ее пускать я уже а блин что настроек нету мир после переустановки системы слетели все нафиг настройки давайте сохраним залив коррект не и сейчас наверно прям воздухе прям на стоянке быстренько организуем себе настройки основные настройки это выпуск шасси тормоза обороты и давление самолетом то есть все основные оси вы ну так будет корректней так настройки управления северные команды это основной сейчас нужно сделать здесь здесь есть все очищаем это займет буквально 3 минуты 3 минуты так на сайте так мы вешаем ручку двиг шаг винта ты 3 как винта рычаг петаль и петаль и у нас есть петаль и есть крент ангарш есть перь тормоз курс шасси так обычно крылке так давайте рычаг закрылок вперед Это что у нас? Пуск. Так. Ну и все. А, ну триммеры. Давайте триммеры. Комфорт. Потом поменять. Да. Так. Да ё-моё. Так. Так. Трольфикирование. Так. Педали есть. Ручка есть. Все норм. Радиаторы сразу же нагреты. Да. И хорошо. Открываем. До конца здесь все включено. Так. Выпуск. Борка. Так вот. Все. Погнали. Тормоза есть. Сейчас проверим. 90 подня... Все осталось таким же резким и дерганым. Ладно. Так. 82. Погнали с наборчиком. Дядьки сзади так и не отрисовываются. Прекрасно. К шпилям пойдем. Блин. Знать бы здесь какой-то район определенный. Где можно было бы полетать и поиграть. Но... К сожалению, здесь я не отдыхал. Посмотреть здесь... Ничего не видел. Да? Посмотри. Что здесь интересно посмотреть? Соответственно, тоже не знаю. Смотри, растет и все. Чем ты растешь? Оп. Опять растет. Да. Не будет он задерживаться. Попробуй сейчас лить. По-моему, это не помогает. Совместная восьм на x55. Ну, в смысле, две ручки, да? И получается, одну двигаешь. Одну двигаешь, вторая на нее реагирует. То есть сейчас пытаюсь играть наддувом, но при этом изменяются... Помимо этого, изменяются еще и обороты. Хотя обороты здесь должны быть... Должны держаться постоянными. Ну, идем тогда к заливу, к самому. Везти удалить, он тоже не настроен. В принципе, и не надо. Кстати, РК... Ну, вряд ли, кажется, он заработал. Так, тем временем, тысячу кое-кое-кое-как наскребли. Перегрев пошел. Давайте немножечко... Двигаем обороты, уменьшим уголок. Немного набрать скорости, иначе... Возможно, будет перегрев. Все красное, как на Марсе. Кто там бывал, подскажете. Действительно ли оно было так. Не, ну, на Як-52 мы здесь устанем, конечно, летать. Но я помню, что заказ был именно на Як-52. Поэтому немножечко сейчас потерпим. Попробуем, наверное, погонять в самих населенных пунктах промеж домов. Понимаю, что, скорее всего, этот полет продлится недолго, но тем не менее. Кстати, я не помню. А, ну, по идее, если я появляюсь на аэродроме, должны были бы... Ой, как тяжело теперь. Что там, 64, да? И так же он реагирует. Лучше уж тогда полегче сделать перемещение. Перемещение. Инферсионов сейчас сорвал. Бум-зумс, привет тебе. В чем смысл этой игры? Серьезно? Игра-авиасимулятор. Летаешь на самолетах с использованием и применением всех своих знаний по аэродинамике, навигации, ориентированию, стрельбе и так далее. То есть, текшен бывает редко, но если он у тебя бывает и получается, и ты понимаешь, да, из-за чего это все происходит, то, конечно же, доставляет определенного количества удовольствия. В данном случае сейчас это знакомство сегодня, знакомство с картой. Новая карта, о которой я еще не летал. Кстати, вон и мосты. Можно будет сейчас попробовать поиграть с мостами. Просто смотрим, что она из себя представляет. Пфпс, ну, мне кажется, на Кавказе побольше у меня с теми же настройками. Ну, не знаю, я посмотрел, что за проект, цены. Ну, да, цены, согласен, согласен, привет. Цены, цены, да. Но все это еще не учитываешь цены на оборудование, которое необходимо приблизить до того, чтобы комфортно летать. Но когда уже втянешься, понимаешь, что оно того стоит. Нормально так. А, 300 метров, да? 50 башенки. Да, без изучения определенных... А, я не знаю, что изучать, карту или вообще как летать. Безусловно, надо будет знать, как самолет летает, от чего он зависит, как возникает подъемная сила, как сделать так, чтобы она у тебя не исчезла в самый неподходящий момент, если можно так сказать. Вот, это, да, изучать такие моменты придется. Без них просто не сможешь летать. А если перейдешь к вооружению, и особенно в современных каких-нибудь самолетах, там, не... не просто пропеллерных, да, где просто... Ох ты! Цепили даже... Ну, не зацепили, а воздушным потоком воду отжали. Так, я не рискну. Я не рискну залезть туда еще раз, прям с петли. Надо найти что-нибудь повыше, потому что давненько я уже не ходил на АК-52, я его сейчас очень плохо чувствую. Когда отдыхать приходишь с работы, опять... Бум-зум-зум-з. Ничего здесь... Поспорить, а спорить я тебе, конечно, не могу. Для многих, для многих подобные проекты и симуляторы превращаются, так скажем, в работу, потому что... Во вторую даже работу, да, так скажем, потому что одной работой нужно кормиться, второй, соответственно, это как уже хобби. Но... А где не так? Вот чем... Какие хобби не требуют дополнительного времени для того... Для освоения учебы и тому подобного? Так, не нравятся мне эти столбики? Ну, ладно. Какие еще хобби, да? Ну, давайте возьмем автомобили. Там что, меньше денег тратится на данное хобби? Да нифига не меньше. Меньше времени? Тоже не поверю. Тоже достаточно много времени тратится на это все. Семьи бывают, да, разваливаются из-за того, что там... Нет, не залезу. Как-то некомфортненько. Ладненько, давайте еще раз. То есть... Ну, это хобби, которое нравится, и ты от этого никуда не денешься. Время придется тратить на любое. Нарисование, лепка из пластилина, фитнес, там... Ну, я имею в виду профессиональных, да, был дебилдеров, там, и тому подобных. Вот. То есть... На все это уйма денег, уйма... времени, и... никуда без этого не денешься. А в данном случае, как бы, есть возможность, да, слетать, полетать на... Ну, як вся два-то, он в жизни тоже... оп... О чем я и говорил. Так, давайте мы тогда сейчас сделаем... Сделаем сразу здесь поближе, чтобы нам долго это не набирать ничего. И уже такой челленджем попахивает. Попахивает челленджем. Кому она сейчас говорит, а где речка-то это была? Хорошо, вот здесь, по-моему. 500 хватит. 270. Там разберемся. Старт, поехали. Нет, не здесь был этот шпиль. Ух ты, вон она же где. Ладно, давайте здесь что-нибудь подходящее понайдем. Что-то подобное. А вон они, мосты. Пройдем, мы там не пройдем. Давайте вот под этим. Должны пройти. Так, какая-то хрень там не оптимизируется. Мне пока непонятное. Так, сейчас вам взялся я. Пока на твой комментарий. Я не знаю, здесь пройдем мы не пройдем, по идее должны. Сейчас свалюсь. Опор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогое, да, согласен Здесь вообще без порта У меня мой комп, мои джойстики Модули, все это не за раз Куплено, да, неоднократно Апгрейдилось, покупалось Докупалось Сейчас вот там, например, ребята Помогают, ну, в качестве Как стримеру, там, да, начинающему Помогают где-то, скидывают Подкидывают, да, то есть в этом плане Помощь ощутимая А Так, безусловно, это очень дорого Выходит С новичками беда С аудиторией беда, вот, заметь Сколько нас сейчас там зрителей, ты один и то случайно Забежал, да, чисто так, узнать Че почем, хоккей с мячом О-о-о-о, я не успею О-о-о, надо было лучше уж под двумя Тогда проскакивать Давайте под двумя, под тремя даже Ух ты, я там не пролезу, мне кажется Под этим низеньким Пробуем Давайте так по прямой пока Ух ты Смотрите, аж вода раздувается Классно Онлайн, да, конечно, есть Ну, блин, не такой, конечно, богатый, как World Tanks или там War Thunder, да Если вот про полетать, да, это там War Thunder, к примеру Есть онлайн, есть онлайн проект там, да Опять же, не уверен, что тебе будет интересно, да Почему? Потому что, ну, ты так удивился, что, типа, почему Ну, как бы в работу превращать свою игру, да Вот есть там проект Летучка Вот предыдущий мой стрим здесь на Твиче У меня проходил Оп Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Почувствовал, да, я почувствовал, что уже сейчас коснемся А, давайте мы вот так вот сделаем Есть, как бы, проект Летучка такой, да Это обучение нас, как, ну, так скажем, виртуальных пилотов, да По законам и канонам Тем, которым учатся реальные инструкторы Курсанты летных училищ Вот, под руководством и присмотром, так скажем Действующих летчиков-инструкторов на самолете Л-39 Вот, если здесь не сохран... Ну, не, по-моему, сохранилось Есть записи у меня на Ютубе, да Там в подписи к стриму Есть ссылочки Если интересно Да, вот, молодец Полностью с тобой согласен Что здесь, конечно Аудитория очень, так скажем Не обширная, да Все друг друга знают Порой бывает даже Сам постримил с ребятами Там пообщался, поболтал Закончил стрим Переходишь по... Ну, там, на чей-нибудь другой стрим Касаемо именно Авиации, да И, там, авиационных симуляторов А там одни и те же люди Те же самые люди, которые сейчас только были у тебя на стриме, да Они же Они же Они же переходят уже под тот стрим Потому что, в принципе Я говорю, аудитория Очень Узкая И Практически одних и тех же встречаешь в онлайне Иногда были времена Заболтался Иногда были времена, когда летал Вот я в этом В БЗС долго летал, да Ил-2 Даже узнавал уже по манере там обороны Да, например Если знаешь, что на этом сервере Есть вот этот человек Ты его там Один раз сбил Понимаешь, как он обороняется Смотришь на Того, как перед тобой обороняется Уходит от тебя противник И уже угадываешь, кто это Кто это перед тобой сбиваешь Такого точно Он и был Вот, что-то мне вот так некомфортно Влюбленные в дни вода Я сам летал Например, на Яг-52 летал в детстве Да, там в 16 Сколько? 15-16 лет мне было Имел самостоятельный вылет в аэроклубе Ну, то есть вот такой же окрас Понимаешь? То есть Это такая Ностальгия Определенного Рода удовольствия доставляет Что-то мне тот мост уже не нравится Опа, а если вот под этим Жик-жик-жик Да ну, это я не смогу Мы сейчас Стопудово Темяшимся в них Но давайте все-таки попробуем Как под несколькими мостами сразу Блин, классно От этих все Эх, нет Так, я понял Надо Стараться Так, ну че Надо пролететь над всеми Ой, под всеми Под всеми Давайте развернемся Блин, 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 блин Для всех подавай пиу-пиу Да, безусловно Здесь тоже присутствую пиу-пиу И я летал в пиу-пиу Так скажем Да, то есть Участвовал в том же В том же Ил-2 штурмовик Да То есть там Есть Определенного рода Войнушка Войнушка Красных Ну, в смысле советов Или там, как скажем так Союзников против Противника Против немцев Да, летал Как за красных Ну, в смысле За союзников Так и за немцев Так, ну это мы и пролетели Пойдемте теперь К нашим тем мостикам Вот То есть Пиу-пиу Он есть Но Действительно Правильно ты говоришь Не всегда Игра Должна Именно К этому подводить Есть вот например Блин Те же самые Дальнобойщики Да, или Как они сейчас Не дальнобойщики Они сейчас называются О господи Евротрак Или как они называются Ну ты понял, да Про дальнобойщиков Так скажем Вот Поэтому Кто-то получает От этого удовольствия Просто тупо Ей Следуя там По маршруту Перевозя какие-то грузы Там же нет Вообще никакого экшена Но человек Кайфует Отдыхает А есть игра Я там видел Тоже Несколько Трансляций Как люди Убирают Поля Поля на тракторе Да, то есть Это же тоже Не каждый может понять Но человек кайфует Почему бы нет Так Мы здесь уже Что-то в этом районе Залетались Давайте вот Чуть-чуть Погоняем Между домиков Мне нравится Вокруг высоток Он когда вот Верх взмывает Прям Параллельно Высотки Это прикольно Смотрится Кстати Гражданский Трафик У меня Отключен Наверное Было бы Лучше Включить Оп Прям срывает И И пив-пив-пив Здесь тоже Интересно Бывает Но опять же Здесь нет Такого Что ты Навелся мышкой И пострелял Надо 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 понимать Куда Летит Самолет Как Противник Может Маневрировать Чего Ждать От него Следующий То есть Просчитывать Так скажем В некотором плане Его Следующий шаг Для того Чтобы угадать Ну В смысле Для того Чтобы Сделать Упреждающий Маневр И так скажем Ну Либо уйти От его Атаки Либо наоборот Построить Свою Атаку Смотрите Здесь Какие-то Это Крутые Вообще Районы Нет Или Это Трущобы Они Просто У нас Так Нарисованы Наверное Отели Какие-то Да Такие Крутые Крутышек Судя По Машинам Судя По Пляжу Да Вряд ли Трущобы Вот Я посмотрел А здесь И цена Сази Без Задротство Никуда А10С Действительно Очень Много Времени Требует Для того Чтобы его Полностью Освоить Я сам Этот модуль Имею Научился Взлетать Что-то Там Бомбить Как-то Там Но Не полетав На нем Несколько Месяцев Уже Забываешь Практически Все Вплоть до Запуска Но У меня Другая Проблема И у Меня Есть Недостаток В том Что я Плохо Ну Вернее Я совсем Не знаю Английского Да И Из-за Этого Из-за Этого Проблематично Осваивать Технику Именно Зарубежных Зарубежных Зарубежную Технику Да То есть Имеется Ввиду Имеется Ввиду Когда у Тебя В кабине Все Подписано На Непонятом Для тебя Языке Это Очень Так Скажем Ухудшает Восприимчивость Да И Подглядеть Ты не можешь Если Хотя бы На Российских На российской Технике Тумбри Подписаны Ты хотя бы Понимаешь Что Чего от них Ждать То Там Конечно Уже Тяжелее Именно Поэтому Пока Не приобретены Так Скажем Новые Модули Новые Модули Произведенные Опять же ДКС Выпущенный ДКС Потому что Я понимаю Что освоить их Будет очень тяжело А как ты говоришь Уходят на это Не один месяц И У меня политика такая Взял документацию Читаешь Изучаешь Понимаешь И После этого Уже Как бы Садишься Практикуешься В кабине То есть В идеале Для меня Было бы Вот таким образом Изучить технику Вот То есть Не просто Сел И Блин А что будет Если я нажму Вот сюда А нажимать Вот сюда Уже Ой Крылышком Зацепили Ну да Этот модулек Еще не очень Доделанный У нас Давайте Пересядем Куда мы Еще Где мы Еще не были В каком Блин Здесь Летать Летать Не перелетать Сколько Всего Где основные Города Мне интересно Вау Видел ДКС Как так Ты Эй Что Компьютер Ну и Да понимай Открыть Миссию Это Сейчас Не Такого У меня Еще Не Было Тупо Раз И Закрыл Такого Мы в следующий раз пойдем. Здесь, наверное, города какие-то, да? Дубай, кстати. Мы позвались Дубаем сюда. Смотрим, что это такое. Да, по деньгам это очень дорого. Я говорю, это все наживное, накапливается. Многие ребята, да я сам тоже не все сразу приобретал, потому что это просто для меня неподъемная сумма. Поэтому постепенно, постепенно приобретал, обновлял, апгрейдил, что-то продавал. Ну, свои уже, ну, как скажем, хорошие, устаревшие, что ли, девайсы. А кто-то следом за мной начинает осваивать, да, авиасимуляторы. Ему для простоты, так скажем, ну, для освоения достаточно будет такого уровня девайса. Он более дешевый и, соответственно, ненамного уступает, там, более дорогому. Ну, короче, все это вот так вот, так скажем, передается из поколения в поколение, от верпила к верпилу. И постепенно, постепенно, смотрите, почти на каждом, на каждом, на каждой высотке антенна. Интересно, что за антенны и чего они там передают. Так, у нас, помимо, кстати, помимо залива, еще приобретен был Невада, опять же, на собранные, в основном, так скажем, на собранные деньги зрителей, поэтому мы, может быть, сегодня еще заборемся на Неваду, попробуем. Ох ты. Да, вот здесь пролезть, но это здесь нереально, мне кажется, пролететь. Ну, не для стрима, так скажем, если как, говорит вам Zoom, позадротить, то можно, но и в рамках стрима, иначе и так, и так никого нет, а так и последние разбегутся, потому что смотреть на это вряд ли будет интересно. Дрон такой летает над Дубаем. Так, мне надо хоть открыть радиаторы. Пойдемте на тот островок. Интересно, птицы могут здесь убить? Солнечная страна. Ох, так и знал. Ну, блин, я не знаю, надо здесь какой-то, наверное, войнушке поучаствовать, чтобы понимать, мышь, ничего о чем. Ну, и все-таки ДКС это не про игра не про город, а про самолеты. Вряд ли здесь можно от города ожидать чего-то сверхестественного. Аэродромы полосы здесь, конечно, огроменные, прям здоровенные. В райах 52 здесь наверное, четвертинки было бы по заглазам. Да, F-18 на самом деле это сумасшедший модуль, классно сделан. F-14 сейчас хвалят так же сделан неплохо в плане того, что это спарка, то есть есть возможность летать вдвоем, пилот плюс оператор, так скажем. Вот это ну, по идее должно по идее должно увеличить процент живучести данного аппарата, потому что ну, как говорят, одна голова хорошо, другая две лучше, да, но при этом две эти головы конечно должны быть слетаны, сработаны. иначе все будет наоборот только мешаться, мешать друг другу, да, то есть это здание, но в здание зайти навряд ли, а выйти погулять, давай сейчас прогуляемся, в принципе можно, для этого надо будет, для этого надо будет выйти на парашюте, по-другому мы не умеем выходить. Твой мать, а почему он не выходит? Так, можно сначала открыть фонарь, а потом опять. А второму пилоту похеру, он лучше в землю. Ну, гулять сразу, да, предупрежусь, здесь чисто не там, можно и от первого лица походить, ради бога, но чисто вот так можно отойтись. Это опять же все на джойсике и чисто... Типа машины гонят. Не жарко тебе, друг? Да, как-то вот так это получается. Все безусловно, здесь игра, говорю, не про Дубай и не про машинки-здания. Здесь поработка еще и этого вызвала бы, наверное, оставила бы раком любые наши компьютеры. Поэтому в этом плане здесь чисто вот так можно походить, посмотреть. И более того... Они же на парковке стоят, аж не по дороге... А, я по дороге иду что ли? Короче, как-то так. Ну, опять же, говорю, да, что игра не про дома, не про пилота, а... Интересно, нам интереснее, там, рычаги подергать, да, там, переключать, переключать или повыключать, повключать. То есть, в этом плане... Крикабельность, она доставляет удовольствие. Особенно, когда ты понимаешь, опять же, да, за что отвечает, там, определенный или каждый тумблер. Так, а как у нас здесь... А, именно, я тут здесь, да, не назначен ничего. Надым и тому подобное. Так, что мы еще не видели? Да, в принципе, наверное, и посмотреть-то больше ничего не надо. Давайте вон вокруг того шпиля попробуем понарезать. Блин, до него лететь, наверное, минут 5-7. С нашим... С нашей скоростью. Ну и а заодно потестим, насколько хватит двигателя... Работы двигателя на номинальном режиме... Максимальном режиме, вернее, сейчас, да, обороты 100. Надув 100, скорость максимальная, даже он уже перерастает. Видит ли, он вообще из строя... С таким режимом работы. Время. Обслуживание летательного аппарата нет. Это опять немножечко про другую игру. Есть подобные игры, но там чисто начинается... Что, даже не 380-й стоит, что ли? На фотки Дубая посмотришь, у них вся галерея в 380-х. А здесь что-то нифига. Раскрасы их, да, эмиратовские. Там 3-7-ки, наверное. Обслуживания как такового нет, к сожалению, да. Ну или к счастью, потому что это действительно было бы мега-задротство. Ну и, в том же случае, ты бы сказал, блин, да вы парни реально задроты. Которые изучают не только как летать, но и как обслуживать. Вид с диспетчерской, некое подобие управления руководителем полета, да, есть. Но... Да, ни одного 380-го. Но оно ставится, насколько я помню, тоже платненькая программа, ставится как дополнительный модуль. Есть радиосвязь, например, реализована. СРС, так называемый, да, то есть, которая работает на каждый, как говорится, имеет... Зависит от частоты, на которой ты сидишь. Зависит от того, включена у тебя радиостанция в самолете или не включена. Зависит от удаления друг от друга, да, то есть, хуже на большой дальности, лучше на близкой дальности и так далее. Вот, то есть, в этом плане симуляция есть. Но, именно вот то, что ты сказал, да, обслуживание, там, вид из диспетчерской, как таковой, именно вот сам вид, он, к сожалению, отсутствует. Ну, здесь, как сам себя, опять же, задрочишь, да, то есть... В той же самой летучке мы летаем под руководством руководителя полетов, да, то есть, это определенного рода... Уровень, да, который сидит реальный курсант, да, там, верпил, руководит полетами. То есть, тоже прикольно, тоже здорово. И каждый так заморачивается. Можно заморочиться, опять же, с этим модулем для руководителя полетов, но это лишние траты, и вряд ли кто-то оценит, опять же. Ну, АЛА, это летательный аппарат, я имею в виду, он действительно проработан в плане поведения в воздухе, в плане зависимости. Ну, данный аппарат, так скажем, да, данный модуль, он не до конца сделан, поэтому о его проработке, наверное, по его проработке судить в целом АДКС не стоит. Вот, такие модули, как L39, хорошо сделан, уже хорошо, там тот же F18 сделан и постоянно, постоянно продолжает, продолжает совершенствоваться, да, то есть, тот же F14, A10C, все эти модули, они уже, ну, хорошо сделаны, хорошо проработаны. Поведение их очень схожи с жизнью, ну, только, конечно же, с учетом того, что это все-таки игра, симулятор, а не реальный. Так, у меня скорости не хватает бодренько так подниматься, как я хотел бы. Ну, скажу тебе так, есть очень близка эта модель полета к Реалу, почему я об этом утверждаю, я, конечно, уже за те, там, 15-17 лет, которые прошли после моего полета на F52, сейчас не могу о нем судить, именно с этой точки зрения. Но, тот же модуль L39, на нем летали, ну, и летают сейчас наши инструктора. И по их отзывам, да, то есть, по отзыву реального пилота, все уже не поднимаем, реального пилота, он утверждает, что да, модель очень похожа по поведению. За одним исключением, но это и так все понимают, что ты сидишь у себя в кресле, да, не обращая внимания на какие-либо перегрузку, не опасаясь за то, что ты можешь разбиться, не опасаясь за то, что у тебя может выйти из строя тот или иной агрегат или система, да, потому что, потому что это все-таки игра. То есть, безусловно, скидка на то, что... Нет, все, хочет подниматься больше. Скидка на то, что эта игра, безусловно, присутствует, существует, и от этого никуда не денешься. Но максимально приблизиться все-таки действительно можно. А если одеть очки VR, то это очень сильно становится похожим на реальный полет. Это я пробовал, это я, ну, себя здесь на компьютере на своем, то есть это классно. Там даже реально укачивает от того, что глаза видят тебя, как будто бы ты летишь, а тело остается на месте. Да, даже присутствует перемен... Ну, не присутствует, а с непривычки даже немножечко укачивает. Это... Это факт, это я подтверждаю, потому что я сам это испытал. Вот, поэтому... Поэтому так. Ну, и опять же, ко мне на стрим несколько раз приходил действующий летчик Як-52, который потом в итоге тоже приобрел этот модуль и на нем полетал, сказал, да, очень похож, очень схож, да, более резвый двигатель, потому что в жизни таких не бывает, потому что каждый даже не то, что... Ну, в жизни даже два самолета могут летать совершенно по-разному, да, то есть у одного двигатель более приемистый, более тяговитый, у другого там более старенькие, изношенные детали, или там просто его уже нельзя насиловать на полную. То есть это так и есть. Поэтому здесь сказать, что он... Он садится, как будто бы в самый... Всегда садится в новый самолет, я имею в виду по изношенности его агрегатов. Конечно же, он будет тянуть, рваться в бой и так далее. Вот, поэтому он... Ну, он сказал, что да, слишком резвый, как бы в реале он не такой резвый. Нет, я... У меня не хватит просто радиуса виража для того, чтобы все так и только в восходящую спиральку покрутить близко к этой башне. Очки иссущения бедой точки? Ну нет, конечно, это же... Все, должно быть скорость твоего перемещения. Нет, есть какие... Ну, в смысле, не симуляторные, да, вот тоже записываю... Видел видео, да, где пилота крутят, так скажем, центрифуги, да, он сидит имитируя свои... Ну, и у него кабина имитирует, его капсула, так скажем, которая вращает, имитирует кабину самолета, да, и он, как бы, в ней проходит испытание определенного рода на перегрузку. Там, да, у него имитируется. Но это не играет, а... Это космонавтов уже тренируют, наверное, на таком уровне. Поэтому, сам понимаешь, простым смертным это, действительно, никогда не испытать. По поводу моделирования полета имеется в виду то, что если положено самолету на скорости 50 км в час упасть вниз, то он упадет, он упадет именно через правое крыло, потому что будет реакция винта или триммеры там отрабатывают. Триммеры отрабатывают, да, то есть фон, все это учитывается, все это просчитывается. Когда только вышел ЯК-52, я его купил и попробовал на нем летать. На нем даже винт вращался не в ту сторону, в которую положено, да. Ну, потом это поправили. Не было там, например, какого-нибудь плоского штопора. Никак невозможно было его ввести. Потом это поправили. И про не было перевернутого штопора как такового. Потом его поправили. То есть, все равно дорабатывается, ошибочки исправляются. И все лучше и лучше становится тот или иной модуль. Но, единственное, что да, им, конечно же, надо, чтобы занимались. После крайних изменений, когда вот там поправили, сделали нагрев масла раньше, оно вообще не грелось там. Поправили топора все, там, вращение, сторону вращения винта и так далее. После этого я, ЯК-52, особых изменений не ощущаю. То есть, как по мне, так их нет. То есть, модуль немножечко подзабросили. Может быть, потому что есть какие-то другие приоритетные задачи. Может быть, потому что считают, что и так сойдет, да. Что, конечно, очень печально. И хотелось бы, чтобы его доделали. Вот. Поэтому. Просто я с медом даже в ДГС не погонять. Да нет, почему? Вполне себе смертный. Просто здесь правильно-то сказал. Это хобби и увлечение. У каждого оно разное, да. У каждого оно свое. Кто-то будет увлекаться в World of Tanks, потому что там определенного рода экшен присутствует прокачка и так далее. А кто скажет, да пошли вы нафиг, не хочу качаться, пойдет в Counter-Strike, где особо качаться не нужно, да. Просто взял и побежал стреляться, там, гуляться и так далее. А кто-то, говорю, будет ездить на Евротрак-симулятор, перевозить грузы или косить поля с пшеницей на тракторе и от этого получать удовольствие. То есть, каждому свое. Нет, то, что разные по бюджету, безусловно. Но тот же Евротрак-симулятор я видел где-то в интернете, по-моему, на Ютубе даже, показывал тип свой виртуальную свою кабину. Там, конечно, огонь. Там настоящий руль. Ну, там, я не знаю, там, от чего он там. От такой легковушки, от какой-то поворотники под ним включаются. Все это передается в игру. Но много таких вот приколюшек, да, которые он для себя сделал. Для него это был... От этого был кайф, да? Ух ты, он нас уже... Ну, давайте, не будем мы ничего уменьшать. Перегрев пошел по маслу. Мы же хотим посмотреть, сколько выдержит двигатель. Сомневался. Как при обгоне, сомневаться не надо. Сомневаешься, еще хуже будет. Давайте, да, под ним пролетим. Еще так, обзорно посмотрим, что из себя представляет эта карта и сходим потом на Неваду. На Неваде, по-моему, вообще пустыня. Там я тоже ни разу не был. Там можно будет запустить какой-нибудь Су-33. Сначала просто пролететь, потом, например... Потом, например, да заправиться в воздухе. Тоже интересно. Попробовать. Ну, вернее, как бы... Нет, я-то уже пробовал, но... Попробовать сделать это максимально долго. Для этого есть определенные трудности. В этом есть неопределенные трудности. А почему Су-33? Потому что надмодуль у меня хотя бы по осям настроен и вызовет минимальную задержку для запуска карты. Ух! Час, накернусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Блин. Сколько его здесь... Понаставили. Понастроили. Как же она относится к такому? Нормально? То есть... блин это же все обсуждаемо примеры экстримом относятся нормально то есть они понимают что этом на два-три часа отбегаю и никто не мешает не дети не супруга все это обсуждается опять же там я но кто-то покупает себе пиво в год столько же бегася его покупают в год столько или опять же на ту же машину тратить там не знаю там по гаражам с мужиками сидят если как если то можно так реализовать но сравнить с этим лишь до модель еще не доделана преждений вот то есть тратит на порядок больший опять же да что все это обсуждаем и мы обсуждаем договариваемся соответственно соответственно тратим деленные средства согласование то есть это нормально так давайте сейчас посмотрим еще посмотрим еще не воду так может а же хоть ну ладно там еще вернемся же хотел еще просто ее посмотреть без самолета так скажем так сиома сначала она здесь а лас-вегас жена газ 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 есть давайте спаяемся 133 пускай он будет да согласен то есть нужно успевать немного пожить хотя бы ним а для того чтобы получить удовольствие и за 27 десу 33 33 это у нас игру слез полосы давай сыпь топливу процентов она пока без дозаправки да пока без дозаправки пускай будет сотка вот то есть да надо отдыхать надо расслабляться успевать получать удовольствие от жизни че так 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 есть тоже оказывается городище то смотрите так ничего готовы поехали так чуть здесь уже модуль по интереснее в плане современности но при этом он не кликабельный то есть пока и пока потыкать кнопочки не удастся на тумблер по включать получать а вот это фишечка давайте мы в ней обязательно пролетим на ставочки у них есть сих пор на форсаже парень а здесь еще как-то всем конечно по-другому все скорость предельная скорость предельная скорость предельная скорость предельная самолета нато но блин а мне наоборот эти родни и больше нравится очень тяжело не перестроиться потом с этих на те самолеты и знаю почему роднее наверное чего и слова что ведь эти родни скорость предельная скорость предельная скорость предельная скорость предельная Предельный угол атаки Предельная перегрузка Скорость предельная Предельный угол атаки Предельная перегрузка Скорость предельная Да, большой достаточно город Неожиданность Думаю, здесь больше все-таки пустыни Да уж, не як-52 Зато грибот будь здоров Скорость предельная Скорость предельная Скорость предельная Скорость предельная Скорость предельная Скорость предельная Надо забуриться будет Потом онлайн Погонять, пострелять, повыкать Это будет достаточно интересно Смотрите, аэродром на аэродроме Аэродром на аэродроме Ну и FPS здесь, в отличие от Дубая По 120 лупит Переведи в набор Переведи в набор Жалко меня Да, сейчас Основная масса Да нет, я на самом деле Психованным тоже бываю В таких Укровенно Сложных моментах игры Ну это можно играть Здесь нет у меня пока особо ничего Второй стрим только на Твиче На ютубе много видео Где могу и заматериться И закричать там И за Простроиться сильно То есть Неадекватным чуть-чуть тоже Могу быть Но Смотрите, какие тюрьмы дороги Переведи в набор Переведи в набор Но все же Переведи в набор 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 Замолчитый уже. Как она какая? Как она кричит-то, зараза? Переведи в набор. О, так было меняется. Жалко. Ладно, давайте. Давайте, а что здесь давайте? Блин, ну вот посмотрели мы карту. Как еще ее можно показать? Первый. Показал, что она у меня есть? Ребятки, я вас не обманул. Спасибо всем огромное, кто помогал мне ее приобрести. Так, а почему он мне так заводит? Карты есть. Это все. Деньги были потрачены куда нужно. О, Мех, здорово. Мех, ты почему еще не подписан на меня? Я уже второй стрим провожу. У тебя все нет и нет, нет и нет. Думаю, совсем забыл, что ли? Подождите. Куда он меня идет? Скорость предельная. Скорость предельная. Скорость предельная. Мне даже интересно, где этот аэродром? Скорость предельная. Скорость предельная. Скорость предельная. Такой мини-отчетик, наверное. Мини-отчетик, блин. Это, получается, была сейчас подписка, да? От Батима. Не, Мех, я же здесь не стримил никогда, вернее, был там несколько стримов, когда это просто рестримилось с Ютуба, поэтому мог ты быть на меня и не подписан. Я без претензий, я просто, потому что молодец, забубенился уже. Ой, Бумзун, всем спасибо за подписку, братцы. Решил из Ютуба чуть-чуть сюда перебраться. На Ютуб лучше буду выкладывать потом записи наших стримов. Мне кажется, это будет... Здесь качество получше. С настройками вот я заморачиваюсь сейчас пока еще, правда, но думаю, что потом будет все гораздо проще. Надо бы эту штуку, блин, как-то мне отключить. Я вообще не помню, какие здесь скорости, скорости. 260, 300. 300 норм, наверное. Сейчас пойдем, наверное, для разминочки еще. Ой, для разминочки. Для заминочки уже, да, как говорят спортсмены. Заправимся в воздухе на самолете, ну, на 33-м и на сегодня закончим. Как бы карточки, карты я показал народу сегодня. Но меня, видишь, никого еще нету в моей аудитории. То есть никто меня здесь искать-то особо не будет. А может быть и знаю даже, что я здесь, но особо париться с этим не буду. Потому что, ну, для многих Twitch, как и для меня, буквально недавно, до недавнего времени, это неинтересный, как шлепнулся-то, неинтересная платформа, да. Хотя, пишет здесь и качество получше и борюсь с настройками. Сейчас мне, как стримеру, один раз заморочился и дальше нажал кнопку, и трансляция пошла. В этом плане мне больше нравится. Заливка-то больше понравился. Блин, я... Меня вообще не впечатлило, да, почему-то. Почему, не знаю. Наверное, потому что это не наше, не родное. Давай, вот сейчас здесь мы с вами были, да. Посмотрим вообще на масштабы. Стороны масштаба. Ну, смотрите, это какая здоровенная эта карта. Яродрогу так четко и хорошо видно. Издалека прям. Смотрите, прям обведены, как будто специально для... Для меня. На Кавказе так... Так их не видать. Там какая-то база, то есть прям издалека все видать. Либо это просто внешний вид, и он так. Оказывается. Я думал, здесь чисто пустыня. Здесь, смотрите, сколько это... Чи-то какой-то... По заливу... Были сегодня... Як-52 же мы... А, ну вот мы вначале выкатили Як-52. А куда нам выкатить его мех? Я же не знаю. Блин, видишь? Покрутить что-то на нем, это ему временем займет. Здесь вот все низко, здесь даже под мостами не погуляешь на Як-52. Давайте все-таки, наверное, мех до заправки, а Як-52 надо мне собраться с силами, с мыслями и попробовать замутить, как стримчик отдельный. Как это мы делали раньше. Меня, когда я в него сажусь, начинаю в нем вылетать, меня расстраивает то, что его так и не доделали. То есть есть вот эти ситуации, недочеты, на которых всем пофигу, которые не устраняются. И из-за этого включаются одни расстройства. Коробочка. Ну давай, окей. Окей. Здесь, конечно, аэродромы. Як-52 он по кругу этой полосы может сделать. Слезку посыпай. Они, как по моим ощущениям, да. Ну, у них там вайеркап, по-моему, так и не довели до ума. Хотя лампочка сейчас горит. Ну, здесь мы сейчас не проверим. Надо переключиться, наверное, на Кавказ все-таки, потому что больше там. Что еще? Ну, дамаг модель так и не сделали. То есть вот давай при желании сейчас пролетим по коробочке, совершим посадку. Да, потом попробую тебе его взлететь, разбить, посмотришь, что еще самолет остается. При крушении, да, только либо взрывается, либо остается совершенно невредим. Да, он уже больше никуда не летит. Да что-то далеко ходить. Смотри, включаем двигатель. Выключили двигатель, да. Нажимаем кнопку запуска. Видишь, ну, двигатель работает. Я выключу, там, зажигание могу выключить, все. Нет? А, ну, видишь, без зажигания, ну, вообще, без аккумулятора, наверное. Не крутит стартер. Так, что по воздуху? Раньше и воздуху... Так, зажигание. Вот как стартер не может крутить без зажигания? Объясните мне, кто-нибудь. Ну, вот это что, доработка? Смотрите, воздух, кстати, падать начинает. Ну-ка, упадет ли совсем? Не должен самолет вот так вот летать на... Чисто на стартере, понимаешь? Я... Раньше я на нем даже залетал. Баллечка, наверное, такая интересная. Конечно, интересная. Просто она интересная будет для нас с тобой. Потому что мы от этого далеки. А для них, наверное, тоже все рано или поздно превращается в обыденность. Я сейчас мышкой, конечно, давлю. Левой рукой приходится ручкой управлять самолетом. Видишь, то есть я сейчас с выключенными магнета, да, нажав кнопку запуска воздушного стартера. Воздушный стартер, наверное, он называется. Просто тупо лечу. Убираю шасси. Левой рукой, поэтому буду очень-очень достаточно криво гонять. Но тяжеловато идет в набор. Тяжеловато, согласен. Воздух ниже двух с половиной единиц не падает, да, как можно заметить. Давайте, пошли на первый разворот. Двигатель греется при этом, понимаете? Я не знаю, должен ли он так работать. Как я считаю, нет, потому что на магнета отключены никакой искры нет. То есть воспламенения никакого не происходит. Двигатель не работает. Чисто крутится сейчас стартером. Амигдас Дин Бис Шоп. А, точно, мы с тобой разговаривали на эту тему. Что ты говорил, 23-го Амига делают те же, что и 21-й. Я на 21-м очень мало летал, но кому-то нравится модуль. Кто-то прям доволен, счастлив. Тот же Сулин кайфует от него. Ему очень нравится, как я понимаю. Не то, что кидает, а, наверное, не дорабатывают здесь это, или неправильно прорабатывают. Бывает, бывает там. Как я понимаю, в ДКС есть целая группа разработчиков, ну, в смысле, несколько групп разработчиков, несколько компаний, которые производят тот или иной модуль, которые реализуют под Марк и все вместе в ДКС. Так же, в том числе. Это характер, наверное, не дорабатывают. Разбораются. Так же. Так же. Так же. Так же. Так же, открывается. короче мяг тем временем мы уже пролетели по коробочке при этом и запуская двигатель пользуясь чисто стартером ну да так он и не доработан давайте все-таки для заминочки совершим дозаправку в воздухе попробую ее сделать то чтобы это будет первый раз но это достаточно непросто вот обороты в регулируется все нормально отказ генератор до этого он работал хотя да почему нет жалост увеличил обороты уменьши было но это блин а вот если закрыть топливную систему да все стартер уже крутить не должен так что вот так давайте вот отсюда так будет это с 8 дача не забрал четвертом пускай просто не знаю надо здесь установить частоту следом за ней будет так стоп так стоп какая он сот пятьдесят пятьдесят пятьсот соответственно пятьсот чем чем это все топлива пускай будет чуть-чуть процент процентов 10 колин без лутбоксов и и дарова да пролетели на ик 52 в начале стрима пролетели на зале и сейчас по просьбе меха сделали небольшой круг кстати круг был сделан так где нормально все круг был сделан используя чисто стартер с выключенным магнета вот то есть но еще раз убедились что модуль так и заброшен пока его не доделывали вот а сейчас в качестве заминочки стримчик уже подходит концу сейчас попробуем залить хотя бы несколько тонн топлива в воздухе и после этого завершимся посмотреть потом всю версию можно будет либо здесь либо на ютубе на ютубе ее продублирует сделаю и выложу вот и соответственно не забывайте ну в принципе здесь все все три зрителя которые меня смотрят сейчас они подписаны более длительную наверное трансляция будет сушена немного позже потому что сегодня тоже целый день работал пока сейчас в отпуске дела кое-какие делаю там дачные и так далее вот нет уже силы не хочется своим занудством не дай бог да там вас напрягать вот а потом продумаю какой-нибудь стримчик либо это будет битва за сталинград что более вероятно либо здесь что-то более интересное и ну так скажем ну так скажем красивее да и после этого о господи да и сделаем его более длительный чтобы народы же те кто не знаю да может быть смогли к нам подтянуться так так погнали осталось 1500 килограмм так почему у нас такая высокая скорость так выпускаем пока штангу тормаживаемся готова хожу для драга парке так у него скорость порядка нет у него 456 сейчас показываю да штанга выглядит следующим образом да то есть сюда этой штангой но принципе чё здесь только если бум зум еще не и разглядывал такую фишку сестры нам походу сто процентов это уже знают имеют ах ты казинины я далеко еще готов к подходу разрешаю контакт так выпускает штангу приходится штангу здесь наверное все таки конус шланг наверно с конусом штанга это больше у натовцев кстати чего я еще ни разу не делал ты когда-то заправку со стороны наты с их штангой как это объяснить еще штангой шлангом короче всех все вместе давно тоже смотрел интересовался дозаправкой в воздухе а летчики которые ее осуществляли дед давали репортаж интервью репортаж делали репортаж да они давали интервью говорили что за одну дозаправку летчик может потерять в весе от семи до ска от пяти до семи килограмм может потерять за одну дозаправку это все потому что это очень напряженно и скажем ответственный момент так сказать так отрываемся красненький загорелся э топливо уже пошло а это мы набрали наоборот хорошо кстати эти вот лампочки как я понимаю правая красная начинает зеленый это мы молодцы правая красная это значит мы отдаляемся от самолета надо прибавить оборотиков а левая красная начинает моргать когда мы слишком близко вот видите слишком близко начинаем приближаться не знал что это реализовано и это присутствует здесь давайте с внешних видов вот так посмотрим ну классно прикольно здорово мне нравится особенно когда это начинает получаться это еще интересней а когда красная уже загорелась это уже совсем плохо заморгает предупреждает горит уже да после того как снимаешь с паузы раскачивает сильно да то есть ты теряешь эту сосредоточенность с которой ты идешь за этим бортом дальше уже тяжеловато подбиться заново приходится да вернее не тяжеловато приходится заново стаканиваться по скорости особенно здесь в принципе каждый километр он влияет на процесс дозаправки постоянно необходимо парировать ну там зад вперед для того чтобы удерживать именно заданное расстояние и разъединиться или наоборот слишком близко не подлететь самолетиков не хватает на работе я уже давно на перроне не работаю поэтому самолетики там для меня уже далеко чисто так мимо них периодически проезжаю вот таких самолетиков нету конечно я бы хотел очень бы хотел но к сожалению жизнь так сложила ну вернее не к сожалению а давайте так просто жизнь так сложилась что пошла немного в другом направлении я ни о чем не жалею а случилось так как случилось и здесь жалеть не о чем все классно просто не реализовались там реализуемся здесь можно и здесь получать удовольствие ходясь в кресле дома там поставил на паузу поцеловал жену ходил детям да то есть нет я сам перевелся давно я уже ушел с перона потом был диспетчером потом координатором над диспетчерами сейчас скажу был потом начальником еще подразделение определенного сейчас занимаюсь регламентации то есть описанием процессов технологии и работы и тому подобного гражданки мне сказали они называются бизнес-аналитики нас это просто там процессный технолог как-то применить на гражданке я конечно не представляю никогда на это не учился приходится сейчас все познавать заново учиться тихо-тихо-тихо раскачался скачался сейчас все в руки чуть повыше просто подняться немножечко а выше подняться так еще и живут так вот так спокойненько идти все поймать обороте ки или метриком туда миллиметрик сюда она его понял выше на земле ну это да мне кажется если бы я пошел все таки и остался в этом бред в летчиках все стопудово уже был бы сирий сейчас да ё-моё отстань ты немножечко немножечко отстать надо чуть-чуть вот все смотри сколько он дает оборотов к я отправит чуть-чуть отстань чуть-чуть отстань это же нормально общались получилось то еще зеркала меня прям голова аж кружится когда вижу как земля идет под меня в зеркале она идет в другую сторону сам не захотел я знал что я не пройду по здоровью если честно какой-то злой убираем штангу чего у нас здесь по аэродрома мы как раз подходим к аэродрому уже на аэродром земли так кто-то к нам еще подсоединился как я понимаю блин надо отключить эту беду который кобурат а т спасибо дружище за подписку надеюсь будем видеться чаще планируют стримы здесь каждый день пока это будет и к с и bzs я не знаю с ютуба ты а мне подшел или чисто по твичу вот просто на ю тубе я многих знаю а кобурат а ты у меня такого не к я не помню красава че главное кобура чего не кольта ты ты красава она пошли на посадку смогу оттормозиться нет до сих пор еще штанга не ушла анги необходимы определенное время того чтобы те но это все тину не вытяну райси райси щиток а я пережил я переживал что я не успею оттормозиться она вон как вышло тормозился будь здоров так ладно ребятки спасибо еще раз за подписку то подписался мех рад тебя видеть я думаю что ты просил да я думаю что здесь мы будем видеться гораздо чаще потому что ты знаю на отвечая бываешь чаще чем на youtube и по крайней мере у меня на youtube и тебе вообще не помню может быть есть какой-то другой миг и к у сквайра я смотрю тоже его стримы да ну как не смотрю бывает забегая смотрю там ты появляешься то есть но именно стычи свеча пишешь поэтому буду рад если будем видеться чаще кобура бум зум спасибо вам тоже братцы за подписку добро пожаловать надеюсь что тоже будете к нам почаще забегать от вич и гейм да блин good game и надо посмотреть вообще что из себя good game представляет может быть там тоже бывает вес ну да ладно ладненько давайте на сегодня будем прощаться браться я буду завершать сегодняшний стрим завтра постараюсь опять выйти в эфир скорее всего уже с л-2 штурмовик по плану по крайней мере завтра у нас четверг день у меня в принципе свободен может быть где-нибудь на берложке полетаем на проектик сходим и если получится там со зрителями полетаем если кто летает и желание ссылка на дискорд есть в описании к стриму подходите если есть какие-то вопросы задавать задавать может там же стараюсь отвечать вконтакте у меня нету ни группы ничего поэтому особо не стала создавать хотя и до того что сейчас будем стримить на твиче наверное есть в этом какое-то зерно так скажем здравого смысла да потому что я к тому что например оповестить до том что начался стрим кстати сегодня опять я этого не сделал хотя ристрим обещал клялся что будет это делать за меня в моем дискорде но что-то он один атакой желает этого делать ладно попробую еще полазить настройках хотя хотя бы помогло то что мы сегодня начали исчезать сообщения с чата это уже хорошо потихонечку побеждаем настраиваемся и устраним определенные вот эти все недочеты которые случаются еду задержимся здесь на подольше я на это по крайней мере надеюсь что всем все будет нравиться и будут забегать сюда люди тоже посмотреть будем продвигать симуляторы и а данной площадке не только на ютубе ладенько спасибо всем братцы еще раз что заскочили и откланиваюсь пока пока и